Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте. Ну, человек по имени Война Владимир Владимирович Путин все-таки собрался идти на третий срок, идя навстречу просьбе инициативного рабочего по фамилии Баранов. Нет, ну что касается решения самого Путина, то неужели он вызывает у кого-то удивление? У этого человека профессия, пожизненный президент. И профессия, она включает в себя очень серьезные риски. Саддам Хусейн, Мухаммад Каддафи. Чулшаску. Да, в результате выборов, ну вот мягким вариантом отделался ваш последний президент, который тоже, кажется, замахивался на пожизненного Януковича. То есть человек такой профессии, расставаясь с властью, стопроцентно расстается и со свободой, и в большинстве случаев и с жизнью. Поэтому я понимаю у вас такую попросительную интонацию в вашем вопросе. Она касается не планов лично господина Путина, а возможного сопротивления его планам в кругах правящей элиты. Эти люди сейчас пачками приезжают в Вашингтон похлопотать, что, может быть, их не включат в окончательный секционный список. Вот, я думаю, он несколько форсировал объявление своей кандидатуры, стараясь как-то в корне пресечь вот эти растущие беспокойства его окружения. То есть, насколько я понимаю, Путин решил себя подстраховать, потому что буквально через пару месяцев в связи с введением в силу американского законодательства относительно отлова кремлевских денег может быть уже и не с руки. То есть он ставит как бы окончательную жирную точку и говорит, что ребята, меня загнали в угол, а историю про крысу, его прекрасную аллегорию, мы очень хорошо все помним. Да, именно так, именно так он, между прочим, ведь примерно год, вы тоже, наверное, в Украине за этим следили, всякие, как я их называю, кроты, имеющие доступ к вершине власти, типа Венедиктова или профессора Соловья, они намекали, что Пахан думает, может быть, он оставит какого-то преемника и так далее. Вот, сейчас карты брошены на стол. Это первое, что я обратил во внимание некую такую спонтанность этого действия. А второе, буквально в том же цеху, с теми же, извиняюсь, баранами, он объяснил, озвучил свою достаточно мягкую реакцию на позорное для России решение Международного Олимпийского комитета о дисквалификации российских атлетов и запрете выступать как команде России с флагом и гимнем. А до этого целые сутки, даже Украина отошла на второй план, на этих безумных шоу, целые сутки там кричали о том, что великая страна России, встающая с колен, она не может пойти на это внижение и ни под каким белым флагом выступать не будет. Риторика довольно-таки угрожающая. То есть, мол, как нас, ядерную страну, ткнули мордой в Олимпийскую мочу? Ну, простите. Да нет, там вот эта самая бабенка, которая ведет передачу своим мужем, она даже докатилась до того, что вот товарищ Ким Чен Ын, он сам решит, кому ехать на Олимпиаду или нет. То есть, это уже прямой призыв и угроза. Это уже ядерный шантаж. Возможно, Запад тоже сейчас опасается настолько сильно разозлить Путина, чтобы та или иная ядерная бандероль не приехала к какому-нибудь, я не знаю, ливийскому, зимбабвийскому, венесуэльскому, игиловскому, демократическому политику. Россия создала такую офшорную ядерную державу, по существу повторив ситуацию Карибского кризиса 55-летней давности. Фактор ядерного шантажа, конечно, учитывается, но поддаваться этому шантажу – это последнее дело. В Вашингтоне прекрасно понимают, кто стоит за ядерной программой Ким Чен Ын. К счастью, категорически не заинтересован в ядерной Северной Корее Китай. И сейчас ведутся такие закрытые переговоры между Соединенными Штатами о Китае, о совместном ликвидации этой проблемы. Это сломает, во-первых, сломает планы Москвы по ядерному шантажу, а во-вторых, такая совместная работа и взаимопонимание общих и политических интересов Китая из Соединенных Штатов окончательно изолирует путинскую Россию. А как быть с ситуацией, например, сенатора Керимова, которого задержали во Франции, но впоследствии отпустили под многомиллионный залог? То есть можно ли это считать одним из каких-то звоночков в кремлевскую администрацию? Да это уже не звоночек, это колокол. Кстати, прокурор в ведущее дело Керимова оспорил уже условия этой меры с содержанием под домашним арестом. И тоже очень показательное. Прекратилось же... Вот у нас же тут футболисты Анжи выходили на матчи с мальчикой. Сулейман, мы с тобой. Уряды Ордена Почетного Легиона. Вообще позор для Франции. У нас был опубликован список урядов Ордена Почетного Легиона. Всякие там Тимченко, Прохорем. Это бандит на бандите. То есть французы давали этот высший Орден Французской Республики всем жуликам, готовым за это заплатить. Ну, я не знаю, там с десяток миллионов, может быть, на французскую казну. Все это вдруг как рукой сняло. Оказалось, что Каримов уже дает показания сотрудничать со следствием. И обвинение более серьезное, чем неуплата налогов. Он там чемоданами, мешками возил десятки и сотни миллионов... Знаете, на вам, сотни миллионов долларов. Ну, это самолетами надо, наверное, возить. Да, но в этот городок самолеты не летают, где у него было. Туда все-таки приходилось довозить, может быть, распрасывая по мешкам. Это, скорее всего, общак, кроме того. Общак и уже, в частности, общак Грефа и Сбербанка. Об этом появились уже статьи в нашей просе. А арест финансовых счетов будет ли достаточным адекватным ударом по кремлевским аппетитам? Потому что мы понимаем, что, в принципе, наверное, общак кремлевский бездонный. Ну, как вам сказать, речь идет... Ну, были же оценки, я уже говорил об этом, один триллион. Они с моей легкой руки сейчас повторяются уже в российском мейнстриме. Вот лидер коммунистов Зуганов уже повторял мои тезисы о русском триллионе, который нужно вернуть на родину. Забываю упомянуть, правда, на чьи имена записаны. Это русский триллион. Показывает характер нашего режима и поведение его властителей. И все деньги, большую часть денег, которые они украли, они складывали на Западе. И это удар... Это же не просто отнимаются деньги. Это удар по сути режима, по скрепам, как они говорят. Потому что все заточено под то, чтобы воровать здесь, а складывать там. И все, начиная с Путина, ведь нигде нет счетов с именем Путин, но финансовая разведка Соединенных Штатов известной фамилией там десятка Раудугиных фронтменов личных Путинских. Да, кроме того, все понимают, что Тимченко и Ротенберги, и Ковальчуки тоже держат его деньги. Это нельзя недооценивать масштаб этого удара. К этому российская оппозиция больше десяти лет к этому призывала. И до последнего времени призывала вообще-то к простой вещи американцев. Выполнять их собственные законы. У них есть законодательство о борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем. Это все украденные деньги. Но до поры до времени в общем Запад это устраивал. Они деньги, они в какой-то степени крутились и работали в западной экономике. Но вот наглым вмешательством в американскую политику, желанием посадить в Белом доме своего агента, которое практически реализовано было, только Путин не учел, он не понимает, как работает американская политическая система, что посадить одного человека в Белый дом это недостаточно для того, чтобы рулить Америкой. Ну вот этим он и перешел окончательно к красную черту и будет разбираться с его финансовыми структурами по полной программе. Спасибо большое, уважаемый Андрей Андреевич. Субтитры создавал DimaTorzok